Всем привет! Я Наталья Шульга, нутрициолог, ароматерапевт, парафармацевт. Сегодня мы с вами разберем эфирное масло кедра. Кедр бывает двух видов. Вот самые популярные в аромамире. Кедр атласский и кедр виргинский. Виргинский относится к классу можжевельник. И, конечно, нужно ориентироваться по латинскому названию. Если вы столкнулись именно с виргинским кедром, с можжевельником, то вы найдете латинское название Uniperus Virgiriana. Вот именно так будет считываться тот самый химический состав. Они будут отличаться. Да, сама группа хвойные очень близки по методам применения. Это хороший лимфоток. Но мы сейчас об этом поговорим. Но хорошо бы уточнить, какой именно кедр вы держите в руках. И если мы говорим про виргинский кедр, то состав будет содержать сиксфитерпены в очень большом количестве. Причем именно те, которые имеют отношение только к виргинскому кедру. Они и будут именные. Например, кедрен, туапсен. Из сиксфитерпенолов будет кедрол, видрол, бисабол. Такие пункты, которые показывают, что все-таки кедр – это один из особых видов эфирных масел, с которым мы имеем дело. И, в принципе, как вы уже поняли из всех наших разборов, каждое эфирное масло – это отдельный микрокосмос, который содержит большое количество химических элементов. В кедре виргинском более полутора тысяч таких элементов можно найти. И состав будет, конечно, отличаться от метода производства, частоты производства и компании, которая его делает. Выход масла из самой паровой дистилляции всего 3%. И, несмотря на это, кедр – все-таки доступное эфирное масло, которое обладает уникальными свойствами. Давайте про них подробнее. Кедр имеет очень яркий древесный оттенок. И основное его применение – это косметология, уходовые процедуры и очень глубокая терапия с проработкой всего нашего тела и психоэмоционального состояния. По своим свойствам кедр является также афродизиаком. Он содержит феромоноподобные вещества, близкие к нашей коже, к человеческой органике. И это очень можно использовать активно для буквально поднятия жизненного тонуса, творческого либидо как мужчинам, так и женщинам. Поэтому кедр активно используется в духах. Есть одна очень интересная особенность. Кедр отбивает тягу и привычку к чему-то деструктивному. Сладкое, разное проявление спиртовой зависимости, желание курить каждые 5 минут. Если рядом с вами кедр, вы можете заметить, что деструктивное проявление становится все меньше и меньше в течение дня, и вы как-то легко отказываетесь от тех приемов, которые давно уже не работают, на формирование здоровой личности. И именно поэтому кедр не добавляют, как даже синтетический ароматизатор, ни в какие спиртные напитки он вообще с ним не сочетается. Хотя, казалось бы, очень близок к кедровой бочке, к такой атмосфере. Нет, кедр наоборот отбивает тягу к спиртному и любым проявлениям таких деструктивных привычек. Но также кедр, и с этого мы начнем, очень активно используется в составлении индивидуальных духов, ресурсных смесей, ароматов, потому что он удерживает запахи. Если вы хотите, чтобы в ваших духах персональных было много, например, цитрусовых, которые очень летучие, и сколько их не лей, всегда будет мало, то одна капля кедра хорошо удерживает аромат. Это нижняя нота, которая буквально собирает любые духи, и достаточно просто шлейфом, дуновением добавить, чтобы духи были более устойчивые, и вы могли наслаждаться ароматом не летучим, а именно таким стойким, и этот аромат будет держаться дольше на поверхности вашей кожи, конечно, впитываясь внутрь, или на поверхности вашей одежды. С точки зрения терапии, кедр очень сильный антисептик, очень сильное мочегонное средство, то есть буквально промасливая и делая массажи, конечно, смешивая с базовым маслом, как мы умеем делать один к одному, вот в такой пропорции уже можно работать с кедром по всему телу, и вы получаете колоссальный эффект. Это очень сильный лимфотоник. Вы можете делать самостоятельные массажи, начиная со стоп и поднимаясь вверх, тоже на базовом масле, буквально по паре капель на каждую ногу, вы заметите, насколько быстро собирается тонус ног, и насколько быстро лимфосистема будет реагировать на такую сильную тонизирующую терапию. Вы буквально будете чувствовать, как слезы могут брызгать из глаз через несколько минут после того, как ввели кедр в ваше тело, поскольку лимфоток начинает выводить жидкости из нашего тела, и да, нужно пить побольше в это время, во время терапии, и вы будете чувствовать, как тело освобождается от лишней жидкости через все выделительные системы. Это одна из приятнейших процедур, которые можно сделать вместе с кедром. Массаж, самомассаж, и вы получаете очень хороший результат. Кедр, конечно, венотонизирующий, и если есть задача ввести в свою жизнь профилактику варикозного расширения вен, скорректировать после операции тонус сосудов, то кедр будет отличным помощником. Утро, вечер, массажи каждый день будут работать на такие широкие задачи и формировать ваше тело, плюс формировать иммунитет, и кедр является отличным иммуномодулятором, как и все хвойные, вся эта сильная группа. Как бы не хотелось назвать кедр мужским эфирным маслом, он действительно имеет такой терпкий, древесный оттенок, но с кедром идет терапия и с органами малого таза у женщин, и воспалительные процессы, цистит. Очень часто кедр применяется в таких промасливаниях для того, чтобы поработать с бактериальным фоном и, да, обновить все застойные процессы, запустить буквально вывод воспалительных процессов из органов малого таза, и очень хорошо поработать на обновление всего тела. Здесь же идет уретрит и простатит, и мужчины тоже и в первую очередь обращают внимание на кедр как на свой персональный аромат, и очень часто мужчины выбирают буквально носом эти оттенки и даже носят как самостоятельные монодухи на себе. Потрясающий вот такой шлейф, очень глубокое восприятие дает человека, с кем ты общаешься. Кедр дает основу. Это прям корень и внутренний стержень одновременно, и очень хорошее принятие, вот такой уверенной подачи себя и принятие внешнего и окружающего мира. Если вы закройте глаза и послушаете кедр, вы эти ощущения в себе можете почувствовать и найти. Это очень интересный способ самодиагностики, что вам дает кедр, буквально одну каплю на ладонь, растереть, подышать и понять, какое значение для вас это эфирное масло имеет. Очень интересный способ применения, добавлять кедр в диффузор для работы по всему помещению. Он отлично дезинфицирует, является мощным антисептиком, но и создает нужную атмосферу, когда ты с одной стороны легко входишь в контакт, но сохраняешь свои границы, уважаешь чужие границы, это очень серьезная проработка нашей психосоматики и подачи себя в социуме, и ощущения внутреннего себя. В терапии кедр, как правило, не применяется внутрь, но можно найти методы воздействия на кишечную микрофлору, на патогены в очень небольших количествах, и работа как общее профилактическое действие, иммуномоделирующее действие. Но привычный кедр, конечно, вводит через кожу, через лимфоток. Наше тело гораздо приятнее, особенно если мы соприкасаемся с массажными техниками. Лично я работаю с кедром по программам антицеллюлитным, и обожаю добавлять его вместе с грейпфрутом, любыми цитрусовыми, чуть-чуть приглушать, например, яркость бленда Slim & Sassy, чтобы он был не таким ярким, мятным. И кедр дает очень хорошую основу. Самое главное, антицеллюлитные процедуры, конечно, начинаются с лимфодренажа. И если вы добавляете кедр, в принципе, все хвойные на это работают, задачу, но кедр, можжевельник виргинский, будет лидером в этой линейке по выбору под вашу задачу запустить лимфоток, запустить межклеточное обновление, разогреть мембраны жировых клеток и буквально проработать всю подкожно-жировую клетчатку. Кедр работает с этой задачей отменно. Вы можете пару капель добавлять в свои ритуалы красоты, как это делаю я каждый день, утро, вечер. И буквально достаточно пары минут, чтобы пройтись маслом по всему телу, естественно, размешивая с базовым маслом, и проработать, например, очень жесткой варежкой снизу вверх за пару минут. Этой процедуры уже достаточно, чтобы вы почувствовали, как внутри разгоняется кровоток, лимфоток, и ноги за неделю буквально собираются заново. Уходит отечность, вы видите свои мышцы, видите плотную кожу, и ноги формируются очень быстро, кедр в этом помогает. Если касаться психосоматики, то кедр, как и все хвойные, очень сильно уравновешивает, снимает нервозность, тревожность. Вы перестаете беспокоиться по мелочам. Это очень серьезная опора. Если вы коммуницируете с поверхностными людьми, тех, кого вдруг расшатывают эмоции, или вы сами попадаете в эту ситуацию, когда не можете принять взвешенное решение, не понимаете, куда идти дальше, вот следующий шаг, как сделать, кедр помогает в решении таких задач в том числе. Вы дышите каждый день, добавляете диффузор, вы можете делать массажи, решать антицеллюлитные задачи или лимфодренажные, но параллельно, одновременно с этим процессом вы формируете твердость и гибкость своей психики. Это очень любопытный момент. Хвойные действительно помогают нам развиваться не по кругу, когда мы попадаем в одни и те же ситуации, в одни и те же ловушки социальные, которые сами себе устроили, а развиваться по спирали, когда мы понимаем, что хотим, куда нам нужно сделать следующий шаг и как выглядит наше ближайшее и даже отдаленное будущее. Вот на это работает кедр, и в принципе все хвойные на такую задачу будут нас фокусировать и сосредотачивать. Но первое, с чем я сталкиваюсь, когда дышу кедром, это повышение умственной активности. Я работаю как спикер давно, и чтобы держать фокус внимания, чтобы понимать, какой материал нужно дать, на чем поставить акцент, чтобы этот объем памяти все-таки был очень функциональный, кедр работает на такую задачу лично для меня. Если вы хотите держать фокус внимания и буквально заземляться, наращивать свой объем, вес, авторитет или помочь вашему партнеру зайти в более весомую позицию, выступить правильно на публичных встречах, себя правильно подавать, нести такой успешный, уверенный след в наш социум, кедр будет работать отменно с этой задачей. Вы можете попробовать для себя, для своих ресурсных духов, его можно чуть облегчить, добавить цитрусовых. Хотя на женщинах и на мужчинах кедр звучит абсолютно по-разному. Вы можете нанести его, это абсолютно мягкое эфирное масло, сзади, за мешами, можно нанести на пульсовые зоны, буквально с ним поработать с молекулярной формулой, подышать, насладиться, запустить эфирное масло внутрь, через дыхание, через наружное применение, и вы будете совсем в другом состоянии. И тогда действительно можно выходить в свет уже в более весомой категории, если вам нужно вот такое внимание к себе привлечь, чтобы удержать и действительно вместе с вашей аудиторией выйти на новый уровень развития. Кедр с этим очень хорошо работает. Да, мы помним, что эфирные масла должны быть чистыми, без синтетических примесей, поскольку когда мы дышим, мы, конечно, принимаем эфиры внутрь, они мелкодисперсные, летучие. Кедр – это одно из тех эфирных масел, которые внутрь мы не принимаем. Не потому, что это нанесет какой-то большой вред, мы просто в жизни не едим кедр, и нам он по генетике и не нужен, мы не знаем, что с ним делать. А вот биохимия, которую мы дышим и наносим внешне, через кожу, это соприкосновение работает лучше всего. Поэтому кедр по своему применению – это два вида. Дышать и наружно применять. На точки пульсовые, чтобы быстро заходил в кровоток, или комплексно работая по всему телу, вы можете брать кедр на массажи для всего тела и хорошо себя буквально собирать по крупицам и запускать обновления во всех клетках. Мне кажется, я впервые его так сильно распробовала в моно-варианте. Вот что значит по готовности. Очень маслянистое, яркое эфирное масло. На одежду, конечно, не капню в таком виде, поскольку будет оставаться маслянистый след. Но где-нибудь спрятать в шов своей любимой толстовки или на нижнее белье. Абсолютно мягкий эфир, который не вызывает местной реакции на коже и даже в моем случае не требует разбавления. Я его готова носом просто выпивать. Вот такой запрос есть на кедр. Вот что такое для меня. А теперь уже и для вас кедр Виргинский. Субтитры создавал DimaTorzok